Недели назад на родину вернулась первая казахстанская экспедиция, покорившая южный полюс Антарктиды. Главная цель похода, выдружение в географическом центре земли национального флага Казахстана, успешно достигнута. Это историческое событие состоялось 6 декабря 2007 года, что и было зафиксировано в Большой книге Антарктики. Первыми казахстанцами, ступившими на лёд самого холодного континента планеты, стали меценат и бизнесмен Сапар Искаков, его супруга Кумыс и журналист агентства Хабар Белла Кудайбергенова. Это первый случай посещения Южного полюса представителем средства массовой информации из государства СНГ. А знамя Хабара – первый флаг телекомпании, побывавшей в Антарктиде. То же самое можно сказать и о знамении республиканской партии Нор-Отан. Партийный стяг стал первым среди политических символов, покоривших Южный континент. Знамя было возвращено хозяевам с многочисленными автографами представителей разных стран, членов международной экспедиции, в состав которой входили и казахстанцы. Автор идеи и организатор похода Сапар Искаков – путешественник с 35-летним стажем. Они с женой побывали в более чем 90 странах мира. Антарктида была давней мечтой Сапара и стала, по его признанию, своеобразным пиком его многолетней туристской карьеры. Я сейчас испытываю очень огромное чувство радости, гордости, можно сказать, за нашу республику. От того сознания, что представители Казахстана достигли Южного полюса Антарктиды. Когда-то на этой площадке стояли великие исследователи, путешественники, Аумен Центр, капитан Скорб. Я думаю, что они тоже ощущали такую же гордость. То, что касается меня, конечно, я очень рад, счастлив. Что мне удалось, может быть, первым, я просто волнуюсь, я счастлив и гордый, что все-таки мне удалось донести и поднять на других флаг. Это для меня ответственно, почетно. Я свой долг, как гражданин Казахстана, считаю, исполнил. Путешествие продлилось более трех недель. Вдвое дольше, чем планировалось. Только дорога на полюс и обратно заняла около недели. Десятки авиарейсов, многочасовые ожидания в аэропортах, резкие изменения климата и температуры. Экстремальные бытовые условия стали для участников экспедиции настоящим испытанием на прочность. На американской базе Patriot Hills из-за плохих погодных условий путешественникам пришлось прожить 11 дней. В брезентовых палатках, без отопления, без душа, без воды и почти без связи. Сейчас в южном полушарии лето. Средняя температура воздуха в Антарктиде в это время года около 30 градусов мороза. На полюсе же температура, как правило, еще ниже. К тому же для региона характерно низкое атмосферное давление и разряженный воздух. Это связано с тем, что Антарктида – самый высокий материк планеты. Средняя высота поверхности над уровнем моря составляет 2000 метров. В центре же континента этот показатель вдвое выше. Самая низкая температура на материке – минус 89,4 градуса по Цельсию – зафиксирована в районе российской научной станции «Восток». Из-за суровости климата в Антарктиде постоянно никто не живет. Население только временное. В основном это сотрудники научных станций. Количество баз, которые функционируют круглый год – около 45. Число людей на них колеблется в зависимости от сезона от 1 до 4 тысяч. Отношение стран на материке регулируется Конвенция об Антарктиде. Этот документ был подписан в декабре 1959 года 12 странами-участницами первой международной научной программы. Согласно антарктическому договору, территория континента не принадлежит ни одному из государств. Здесь разрешена только научная деятельность. Никакого производства, испытания или военных объектов. С 80-х годов Антарктида еще и имеет и статус безъядерной зоны, что исключило появление в ее водах судов, атомоходов, а на материке – атомных энергоблоков. В настоящее время участниками антарктического договора являются 28 государств с правом голоса и около десятка стран-наблюдателей. Содружества независимых государств представляют Россия, Эстония и Украина. Последняя открыла свою исследовательскую станцию в 2004 году. Изучение Антарктиды имеет большое практическое значение. По словам директора американской станции Амутин-Скотт Би Кей Грант, наблюдение за климатическими и метеорологическими процессами региона позволяет ученым делать прогнозы об изменении климата и сейсмологической активности на всей планете. К тому же ледовый покров материка – это своего рода справочник, содержащий данные о климате и составе атмосферы Земли за последние 100 тысяч лет. Антарктида – это и природная лаборатория для тестирования технологий, которую в будущем планируется использовать для исследования освоения Луны и Марса. Я работаю на полюсе 10 лет, не помню, чтобы здесь были представители Казахстана. Мне приятно познакомиться с представителями вашей страны. Несомненно, ваша экспедиция – это новая страница в истории государства и отечественной науки. Хотя антарктический договор и заморозил территориальные претензии стран, разговоры о том, как поделить Антарктику, идут с самого ее открытия. По словам известного российского исследователя Антарктики Николая Осокина, желание отхватить кусок ледяного пирога продиктовано прежде всего экономическими интересами стран. Антарктида – это практически последний резерв человечества, единственное нетронутое место на Земле, где люди смогут добывать минеральное сырье после его исчерпания на пяти обжитых континентах. Геологи установили, что недра Антарктиды содержит значительное количество полезных ископаемых. Нефть, газ, уран, железные руды, каменный уголь, медь, никель, свинец, цинк, молебден, то есть практически всю таблицу Менделеева. К тому же антарктические ледяные шельфы – это гигантский водный резервуар, содержащий 90% мировых запасов воды. Матери, который проверяет государство на их не профпригодность, а на уровень их развития. И только крупные страны, которые имеют достаточно мощные финансовые, экономические и технические возможности, могут участвовать в этих работах. Поэтому то, что Казахстан начинает участвовать в работах в Антарктиде – это как раз показатель развития этой страны. Несколько лет назад у нас были достаточно тесные контакты с Институтом географии Национальной Академии наук. У нас довольно большое количество было совместных работ. И поэтому было бы, особенно сейчас, когда начинается, точнее ведет Международный полярный год, участие ученых Казахстана было бы самое время. Однако главный капитал Антарктиды – это люди, которые сюда приезжают. Как правило, это не просто любители экстрима и экзотики. Большинство из них – это уникальные личности. Делятся своими наблюдениями участники экспедиции. Президент американской стали литейной корпорации Фрэнк Корролл говорит, что потрясен открытостью и дружелюбием ребят из Казахстана. Он загорелся желанием посетить нашу страну. Питер Талтенберг из Великобритании, инженер-нефтянник, работал во многих странах, в том числе в начале 90-х годов в Казахстане. В то время столицей Казахстана был город Алматы. В своей резиденции нас принимал сам президент страны Назарбаев. Встреча длилась всего 7 минут, но осталась в моей памяти навсегда. Он очень сильный человек, и вам повезло с лидером. Мне очень приятно, что вам удалось установить свой национальный флаг на Южном полюсе, именно накануне Дня Независимости. Мне нравится ваша страна, и я надеюсь, что когда-нибудь я снова туда поеду. Гельмут Шоль, профессиональный альпинист, побывал практически на всех горных высотах мира. Несколько лет назад покорял пики Тяньшани. Мы останавливались в Алматы. Очень красивый город и очень красивые девушки. У меня остались колоссальные воспоминания. Как Казахстан, экономия Казахстана сейчас развивается во главе с нашим президентом Назарбаевым, благодаря его усилиям в экономическом развитии, политическом, что наши люди сейчас себе могут позволить такие маршруты, такие поездки, которые были нереальны лет 10-20 тому назад. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует...